Привет, друзья и случайно зашедшие. Я странный дядька, вы у меня на канале. Я в Кыргызстане на берегу прекрасного озера Иссык-Куль. Вот оно там вдали. Плещется. В общем, такое вот место между двумя населенными пунктами. Дикий пляж. Я здесь провел ночь. С утра начались, так скажем, дела по хозяйству в основном. Тут вот была 8-литровая бутылка воды. Вчера по горным дорогам в результате всех скаканий она немножечко прохудилась. И сюда вылилось литр 3-4 воды. Здесь вон пол мокрый. И все такое. Пришлось мою циновочку, которая здесь лежит, закрывает пол, вывесить наружу, сушиться, потому что она мокрая. Ну и плюс ко всему сижу здесь, пытаюсь собрать ролики, которые уже наснимал, и что-нибудь выложить. Но правда с выкладыванием здесь большая проблема, потому что здесь большая проблема с интернетом. Я уже купил две сим-карты от разных провайдеров, от Меги и от О. И ни те, ни те. В общем, как-то плохо все работает. Сегодня, в общем, более-менее тепло. Всего 20 градусов. Даже вот солнышко из-за туч вылезло, припекает. В общем, на улице тепло. Но при этом такой прохладный ветерок. И вот эта вот моя покрывашка для пола никак не хочет высохнуть, даже несмотря на солнце. Она все еще влажная. Я бы уже поехал бы дальше, но приходится ждать, пока она подсохнет. Ну, в общем, жаловаться-то не на что. Тут вид открывается совершенно хорошо. Там вон горы, пожалуйста. Там вот дальше залив, населенный пункт какой-то. Прекраснейшее, красивейшее озеро. Тут какие-то небольшие заросли с красными ягодами. Там вот лагерь, какой-то глэмпинг, какой-то домик. Ну и вот буквально здесь шоссе. Отличное место для ночевки. Здесь уже на протяжении многих километров идет ремонт дороги. Поэтому едется очень шумно, очень медленно и очень тряско. Несмотря на то, что вокруг открываются прекраснейшие пейзажи на все вот эти вот горы красного цвета и прочего другого цвета, песчаниковые. Ну, дорога, честно говоря, прям... Нет, вы не поймите меня неправильно. Это хорошо, что дорогу делают. Но, блин, ездить вот в такой вот пыли и на такой вот тряске... Это, конечно, ужасно. Ну, вот такие вот пейзажи. Еду дальше. Дело все в том, что уже, собственно, прошли четвертые сутки, как я здесь. А я не проехал даже, наверное, и четверти маршрута. Поэтому надо сегодня, пусть дорога и плохая, но проехать подальше. Пускай я пропущу парочку достопримечательностей. Но, по крайней мере, как бы надо вернуться в график. Добрался я до города Тон. И здесь начался опять участок, когда дорога отдаляется от озера. Потому что всю эту местность от озера начинают отделять вот такие вот горы. Там, скорее всего, конечно, к озеру можно подобраться. Есть наверняка проезды. Как это? Но я про это не в курсе. Поэтому я просто еду до тех пор, пока дорога опять приблизится к озеру. И можно будет наслаждаться видами. Ну, правда, виды и здесь тоже шикардосные. А тут пастораль. Комбайн что-то убирает. Там какой-то заводик что-то производит. Где-то вот там домик. Люди живут. А вот тот вот домик. Вон отдельный такой небольшой на горушечке. Очень живописно смотрится в окружении деревьев. Здесь такой прям затяжной-затяжной подъем. Я уже на третьей передаче. На третьей передаче машина уже тоже не тянет. Сейчас придется вторую подтыкать. Опять забрался, так сказать. Ну, не то чтобы очень высоко в горы, но все-таки в горы. Все вот это вот прям очень сильно напоминает пейзажи Мангистау. Вот прям один в один. Тютелька в тютельку, как в Мангистау. На самом деле, крутяк. Мангистау мне как-то стал родным. И вот такое вот здесь едешь. Очень похоже. И прямо как-то на душе тепло становится, что ли. Вспоминаешь Мангистау с теплотой. А вот здесь уже чуть дальше. Шоссе опять вышло к воде. Близко уже к озеру. Здесь, в отличие от предыдущих всех территорий, здесь весь берег обильно зарожен. Такая высокая прям серьезная трава камышей. И выглядит так, как будто это пресноводное озеро. Или может быть здесь около озера есть какой-то так подпитка такая вот пресноводной водой, что все так дурнинушкой растет. Либо, видимо, может быть, эта часть озера не такая соленая, как та. Потому что здесь вон растительности просто, ну, очень много. Дурнинушкой прямо буквально. Дороги туда к озеру есть, то есть я их вижу. Но съехать на них никак из-за ремонта, потому что рядышком вон насыпано все, перекопано и все такое прочее. И хотелось бы туда к озеру пробраться, поближе посмотреть. Ну, в общем, как бы никак. Если только бросать машину, я идти пешком. Ну и вот здесь, наконец, выехал я на участок, который собой представляет то, как должно выглядеть это шоссе. Такие широкие обочины. Ну, то есть, грубо говоря, получается, что ремонт здесь сделан прям по последнему слову техники. Там можно было, так сказать, судить, что там все делается прям очень серьезно. То есть вынимается старый грунт, делается новая отсыпка, утрамбовывается, потом гравийная такая специальная подушка, которая тоже утрамбовывается. Только потом, видимо, наверх кладут асфальт. То есть эта дорога прям, ну, не скажу, что, наверное, на века. На века это надо было делать бы бетонную или камнем мастить, как в Древнем Риме. Но надолго. И прям она реально широченная. Просто огромных размеров. Респект и уважуха, хочу сказать. Нашел я здесь такую вот отворотку в сторону озера. По карте не очень понятно, до самого она озера идет или не до озера. Может, там жилье чье-то. Но, по крайней мере, съезжу, посмотрю. Может быть, получится выехать на берег. Уж больно живописно сейчас там выглядела вода оттуда сверху. Выглядит все это, как будто заброшенный какой-то сад. Может быть, раньше это был какой-то колхозный сад, где кучу всякого разного выращивали. А теперь, возможно, это чья-то частная территория. Я тут такой катаюсь. Ну, я же через забор не лезу. И ворота не тараню. Я еду только там, где открыт проезд. Ну, вот получилось мне пробраться к берегу. Но берег здесь такой болотистый, топкий. Вон, буквально, тут, в паре метрах от меня уже потоп. И вон там дальше уже тоже, похоже, потоп. Ветер гонит волну. Там, в глубине, посмотрите, весь цвет такой темно-синий. Потом получается полоса зеленой воды. И у берега она уже такая бело-серая, что ли. Видимо, от песка, наверное, на мелководье. Там вот коровы пасутся. Сад вот этот, видимо, огромный такой вот весь. На заднем плане горы. И солнечные лучи через стучи проходят. Ветер, конечно, сильный. Не знаю, слышно ли меня. Но панорама здесь просто шикардоснейшая. Шикардоснейшая. Там вот я смотрю, в принципе, даже облагороженный пляж. Потому что кабинка для переодевания есть. А там дальше вроде турник или ворота какие-то. Ну и вот эта вода. Она, правда, здесь такая вся мутная. Но это, видимо, ее ветром перемутило. А вот это вот что-то там оттуда течет. Может быть, это какой-то родник или речка, что-то такое. Ну вот та заболоченная часть, это вот из-за этой воды уезжается. Здесь вот такая коса, куда уходит. Ну неимоверный же крутяк. Просто неимоверный. Поеду я дальше. Погода сегодня, скажем так, не слишком балует. Ничего страшного особенного. И шторм, как бы, так, дует. Даже дождя нет, и то хорошо. Хотя обещали сегодня дождь. Ну, может, дальше будет. Итак, мне осталось где-то примерно 25-30 километров до города Балыкчи. Оказывается, я всего лишь километр не доехал вот до такой вот монументальной конструкции. Надо заметить, здесь, в Кыргызстане, очень много вот таких вот очень внушительных, очень, скажем так, размашистых, больших, качественных, скажем так, памятников Великой Отечественной войны. Очень много таких большого размера мемориалов, вот как здесь. Но здесь мало того, что вот такой мемориал есть, здесь еще и есть совершенно свободный доступ туда, на берег. Вон прям целая дорога. Едить не хочу. А я там искал какие-то закутки, через канаву перебирался и все такое. Ну, раз уж здесь есть дорога, надо доехать. Вон тут даже есть какой-то источник воды, может быть, даже питьевой. Из трубы течет. Там вот урны есть, кабинка для переодевания. Вот там тоже кабинки, туалеты, видимо, такие. А мы с вами выбирались в прошлый раз где-то вон там вот, вдалеке. Наверное, летом в сезон здесь очень много народу. А здесь кроме меня и стада баранов, и кавошечки. Ну и вот он в таком драматичном освещении предстает передо мной город Булыгчжи. Выглядит довольно большим городом. Надо будет по нему походить, посмотреть, погулять.